Доктор Кук, прекрасная лекция про ловушки негативного мышления, просто замечательная, это вообще все, что вы делаете, я считаю, что это нужно транслировать везде, просто по телевидению, по радио, на заседаниях правительства и так далее, я думаю, что это, ну известно, что все в конечном счете сводится к психологии, и если изменить нашу психологию, мировоззрение, то, наверное, все поменяется. Вы в предыдущем интервью сказали, ну сделали такое очень оптимистическое заявление, надо сказать, да, что через там лет, сколько там, 50, человечество уже не будет нуждаться в психотерапевтах, психиатрах, психологах. Ну я-то, ну как в жизни, как в жизни. Родители воспитывают, растят своих детей. Дети вырастают. И приходит тот момент, когда родители больше не нужны своим взрослым детям, они выполнили свою миссию, и это цель, которой надо стремиться за это время взросления. Родители воспитали, передали самые основные человеческие ценности, и взрослый сын или дочь пробьют себе дорогу. Уже не надо беспокоиться. Ну только здоровые отношения, прийти со своими детьми уже к своим родителям. Радость общения, радость семейного праздника, времяпрепровождение. Ну, так же и в целом человечество проходит свои этапы. Сейчас пока, сейчас пока, вот оценивая глобально, человечество на уровне подростков, которые все время дерутся, задевают друг друга, идет борьба за сырьевые ресурсы. Уже религиозные войны прекратились, а все только крутится вокруг сырьевых ресурсов. Только вокруг этого. Но это, видимо, в целом человечество проходит вот этот возраст подростков. А когда все-таки, я думаю, вот просвещение, культура, информированность, моральные ценности, духовные ценности, когда вот по всем признакам человечества достигнет такого уровня, ну ему действительно не нужны будут родители. Поэтому и помощь психологов, психотерапевтов отпадет, как сама по себе. Взрослый человек не нуждается ни в чьих советах, правильно? Ни в чьей помощи. Вот вы прочитали просто потрясающую лекцию про ломушки негативного мышления. И вот все, о чем вы говорили, я сразу же находил примеры из жизни своей. Своей жизни, окружения. Окружения своего. Окружения своего. Вот не было ни одной ловушки, в которую бы не попадались люди, которых я знаю. Ну, конечно. Прекрасная аллегория, вот когда гениальные произведения стругацких «Сталкер», да, вот когда по фильму прекрасно поставлены фильмы, и идет по сюжету команда, да, пройти в центр, где исполняется желание. Они же все время там опасность попасть в ловушку. Влево, вправо невидимые ловушки, вот они идут, и осознавая, понимая, куда они могут ступить, прокладывая свой путь, они изменяются психологически, изменяются. Они вспоминают свою жизнь, они помнят свои ошибки, разочарования. И когда они добрались до центра, где исполняются желания, да, уже и желаний-то и не было никаких. Была чудовищная мысль взорвать, уничтожить все. Передумал, да, пока шел в этот центр. Ну, вспомните сюжет фильма. Гениально. Тарковский, правильно? Люди сидят в ловушках, своих в ловушках, они уже там просто, там, ну, уют создали в этих ловушках, им там хорошо и так далее. И никуда они, по-моему, не собираются. Это, короче, я вижу, что мы даже не замечаем этого, этих, вот этого негативного мышления, в котором погрязли. Оно всюду просто новости, ну, об этом мы много говорили. Между собой люди. Вы тонко подмечаете это все, последствия этих ловушек, да. Например, последствия поспешных выводов, это ощущение безнадежности, да. Последствия эмоционального обоснования, это прокрастинация и так далее, и так далее. Вот. Это наши будущие темы. Развивать, двигаться дальше. Так что, приходите на наш канал, изучайте, смотрите, используйте в своей реальной жизни. Доктор Гук, у нас просто столько с вами работы. Это вот ее... Мне кажется, что мы где-то вот на один процент ее только сделали. Мне кажется, что ее очень много просто. Очень много этой работы психологической с людьми. И даже при всем при том, вот сколько людей на это, на все работает, на психологическое просвещение, все равно этого недостаточно. Потому что я вижу, что перемены, изменения происходят очень медленно. Очень медленно. Что вы думаете об этом? Одно мнение, один голос уже очень много. К нему добавится второй, третий. Вот так люди, объединяясь, находят друг друга, сообщество строится. Нам интересно. Ваши отклики, ваши отзывы. Нам интересно. Идет живой диалог. Задавайте вопросы. Поднимайте темы. Мы со своей стороны будем стараться. Жизнь многогранна. Она во многих проявлениях. И все это интересно. Мы познаем жизнь, познаем себя. Спасибо большое. А вот вы видите где-то формирование психологической культуры, чтобы оно шло как-то, может быть, подспудно даже? Да, я вижу. По каким каналам идет? Люди интересуются и заходят на наш канал. Это да. А вот еще какие-то каналы? Еще на фейсбуке люди смотрят. Я ездил, вот, поездку по Латвии. Комментируют, смотрят фотографии какая-то. Интересуются темами, которые я на своей страничке все время находил. А вот не связанные с вами каналы какие-то, вы знаете, ну, скажем, государственные, может быть, или неправительственные каналы? Я даже не знаю, у меня не хватает времени что-то смотреть, объяснять и все. Я занят своей работой, я, ну, просто не слышу. Значит, их нет, потому что тогда бы вы знали, скорее всего, это было бы заметно. Ну что ж, будем надеяться, что к власти придут наши единомышленники когда-нибудь. Спасибо большое.